Итоги социально-экономического развития Щелковского района за октябрь по традиции подвели в последний четверг месяца на Большом оперативном совещании в администрации района. Грамоты и благодарности главы Щелковского района вручены за проведение акции «Наш лес», реализацию программы «Безопасный регион», подготовку и проведение летней оздоровительной кампании в связи с Днем работников дорожного хозяйства и даже за внимательное и чуткое отношение к проблемам жителей. Награды и подарки получили юные участники конкурса рисунка «Щелкова за здоровый образ жизни». Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено директору школы номер 12 имени Чкалова Марине Мирошниченко. На совещании обсудили результаты выполнения ряда государственных программ Московской области. В частности, в городском поселении Монина эффективно реализуется программа восстановления инфраструктуры бывших военных городков. Она финансируется из регионального бюджета при небольшом участии поселения, что позволяет выполнить многие мероприятия капитального характера. Так, в Монине продолжается ремонт дома офицеров, модернизируется уличное освещение, начался капремонт трибун регбийного стадиона, планируется реконструкция плавательного бассейна. Но наибольший объем работ касается объектов коммунальной энергетики. «Производится капитальный ремонт котельной, это занимающийся горячим водоснабжением поселения. Средства бюджета Московской области 41 млн 523 тысяч рублей. Средства бюджета муниципального образования 4 млн 613 тысяч рублей. Выполнена работа 85%. Заменены два котла с заменой трубной части, установлено новое газовое оборудование с автоматикой, позволяющие осуществлять работу котлов в автоматическом режиме. Срок окончания остальных работ капитального характера до 1 декабря 2018 года». В программу восстановления инфраструктуры бывших военных городков вошли практически все территории, кроме Загорянки. Глава района Алексей Валов поручил финансово-экономическому блоку постараться включить в программу это пока отстающее поселение. Щелковский район является лидером по выполнению программы «Чистая вода», в рамках которой реконструируются объекты водоснабжения и водоотведения. В этом году работы уже ведутся на шести водозаборных узлах и выполнена санация коллектора от станции Валентиновка до КНС Соколовская. Директор водоканала Александр Циворев сообщил, что межрайонные очистные сооружения могут войти в программу очистки реки Волга. И тогда район получит значительные средства из федерального и областного бюджетов на реконструкцию объекта. Утверждение программы должно состояться до конца года и работа должна начаться в 2019 году, что позволит полностью модернизированные щелковские очистные сооружения увеличить производительность на 80 тысяч кубов в сутки и сократить, так скажем, во-первых, неприятные запахи, их минимизировать до европейских и очистку воды, стольких реки Волга, КЛЕЗМА провести до уровня санции. Зам главы администрации Юрий Родионов рассказал о результатах ремонтных работ на объектах социальной сферы. В частности, 199 миллионов рублей было направлено в этом году на ремонты в школах и детсадах. 192 миллиона по госпрограмме здравоохранения Подмосковья получила одна только районная больница номер 2. Ведутся работы и в других медучреждениях. На следующий год запланирован капитальный ремонт реанимационного отделения в первой больнице, Фриановской больнице, поликлинике номер 4, Загорянской поликлинике, амбулатории на Валентиновке и других. Медико-санитарная часть номер 96 в сельском поселении Подмосковья на Валентиновке включена в программу следующего года. На сегодняшний день с помощью моих коллег ЖКХ заканчивается проектно-изыскательской работы. Тех условия выданы в Щелковской районной больнице номер 2. Идет проектно-изыскательской работы на хирургическое отделение. Мы увеличим. У нас не хватает на сегодняшний день места в реанимации, к сожалению. Резонансное происшествие в Щелкове мало кого оставившее равнодушным. Найденный на улице Комарова маленький мальчик. Начальник управления МВД Дмитрий Рябов сообщил участникам совещания, что усилия по поиску родственников увенчались успехом. 24 ноября в ходе оперативных мероприятий была установлена и задержана мать ребенка 40-летняя урожайская республика Щелкова, гражданка республики Украины. Сотрудник полиции в державе взрываемого в пользу данного исследования на дом из водного города Москва. В ходе задержания взрываемое пояснило, что оставило ребенка в подъезде чужого дома по причине ссороста жителей. Первый замглавы администрации Наталья Тамбова проанализировала выполнение показателей рейтинга 50 эффективности подмосковных муниципалитетов. В третьем квартале Щелковский район значительно улучшил свои позиции. Остается задача по итогам года войти в пятерку лидеров.